Привет, друзья! Вот вопрос мне там задали. Как я могу так всё время изобретать новые приёмы? Ну, как могу? Я просто метод для того, чтобы человек управлял своим состоянием. Я просто очень много наблюдаю, в каких ситуациях у меня состояние меняется. Но вам это делать не обязательно. Это кому как. Я просто самонаблюдательный. Это первое. Второе. Когда я хочу создать какой-то новый приём, то я просто представляю себе, что передо мной находится человек в глубочайшем гипнозе, который ни о чём сейчас не может думать, естественно. Он управляется только моими командами, и я ему даю команду. Например, завтра найдёшь решение, как придумать, решить какой-то вопрос. И не говорю ему, как и что делать. Потому что, ну, как он может думать? Он команду принял, что он найдёт решение. Он принял команду, что он найдёт решение завтра, как решить какой-то вопрос. Ну, видите, как просто. Я с его подсознательным механизмом общаюсь. Это я раньше так делал. А сейчас я просто представляю, как же я раньше делал. Ну, представляю, например. А что при этом происходит? Мозг его получает задачу. Завтра найти, как решить вопрос. Он её не критикует, он её не обсуждает. Ну, другими словами говоря, он в это поверил, что он это может сделать. Вот она, ключик. Если я, допустим, не могу решить какую-то задачу по жизни, то я себе говорю. Завтра решу. И отключаю всякие события в голове, обдумывания, как это сделать. Уберите всякие размышления по этому поводу. Главное, поверите, что вы её решите. А там мозг, когда вы не вмешиваетесь туда своим умом. Как её решить, что делать надо и так далее. Он свободен. И там сам он подбирает какие-то решения, когда вы заняты какими-то делами. И вот завтра вечером у меня приходит понимание, что надо сделать. И так, коротко. Принять решение, что такое-то, такое-то случится. И перестать об этом думать. И на самом деле там мозг сам найдёт, когда вы непостоянно, ну, когда постоянно или непостоянно там думаете, как это сделать. Уберите свои вот эти вот аналитические качества. Не мешайте вы свободному синтезу бессознательных процессов в поиске решения. Понятно, да? До встречи.